Павлина Фролова в Заречье живёт с рождения, прописано в Бурино. С этого берега Клязьмы до деревни ещё 15 километров. Но весеннего разлива она, как и все местные жители, не боится. Неудобство доставляет лишь отсутствие моста. Каждую весну его разводят на время половодья, чтобы глыбы льда не снесли понтон ниже по течению. Мы уже привыкшие к этому. Сколько лет живём, привыкшие. Для нас ничего удивительного нет. Сейчас людей с одного берега на другой переправляют на лодках. Здесь дежурят два катера. Каждый может забрать до четырёх человек. Там с 7 до 9 утра и до 19 вечера. Остальное время осуществляется на платной основе. На том берегу у нас есть перевозчик «Газель», который осуществляет доставку пассажиров по графику, который тоже установлен. Всё остальное время переправа будет платной. Цена поездки зависит от расстояния – от 50 рублей в пределах моста. А если переправить людей надо до деревни Большие Удолы, такая водная прогулка обойдётся в 600 рублей. В будущем тариф будет расти. Вместе с подъёмом уровня воды в Клязьме. Ведь среди затопленных лугов непросто найти дорогу. То есть деревни остаются на буграх, на высших местах построенные. И так вот уже, если знаю, что дорога, где напрямую, уже ездишь. Везде по лугам. И точно по лугам можно не везде проехать. Надо знать хотя бы фарватер, где исток, где чего, где-то как-то течёт. Как и положено, судно прошли техосмотр. У капитанов есть все разрешительные документы. Они гарантируют безопасность пассажиров. Если сами люди не будут нарушать правила. Если 4 человека, пассажиры предусмотрены в лодке, значит, 4 человека должно находиться при перевозке в лодке. То есть не должны садиться на борт, должны себя вести спокойно, не создавая паники, одевать и закреплять на себе спасательные средства. Будущее половодие от большой земли отрезало 16 населённых пунктов района. В них проживают около 700 человек. На период половодия в магазины уже доставили двухмесячный запас провизии. Скоропортящиеся продукты дважды в неделю будут переправлять на лодках. В двух ФАПах есть все необходимые медикаменты. Всё население, которое находится там, страдающее хроническим заболеванием, было осмотрено. Мы организовали работу выездного ФАПа на ту территорию с приездом узких специалистов. При необходимости скоррегировано было лечение. Не оставят людей и без оказания скорой медицинской помощи. Экстренные службы, в том числе МЧС и медицина катастроф, уже отработали алгоритм действий на случай ЧП. Для них разлив не станет помехой. Екатерина Старикова, Евгения Волкова и Андрей Беляков. Губерния, 33.